Итак, мне пришлось тут немного подпребраться, потому что всё-таки объёмы данных запасов казались несколько больше, чем я рассчитывал, и всё было здесь загажено и заставлено. Поэтому я уже тут подчистил то, что мы распаковали только что, и переводим вот к этой следующей коробке. Что-то в ней опять брякает, и такое ощущение, что следующие коробки у нас во многом уже будут с деталями. Но посмотрим, что по факту. Здесь брякает что-то довольно крупногабаритное, судя по всему. Итак, коробка открывается, и здесь я уже вижу мамку, и, возможно, не одну. И по ходу дела это опять классическая коробка любого радиолюбителя в стиле «натолкай уплаты, вдруг мне будет надо». Так, это мамка. Коля, подсказывай, как всегда. Это 478-й сокет. Говори мне, насколько свежая, не свежая. Год 2003-й. Говно? Да. Аналогичная тебе по всему. Да. В общем, здесь, по-моему, спарен уже разъём. Нет, это просто не впарен. Не впарен? Или там видно, что ты как? А, не знаю. Хотя, наверное, она не впарен. Да. Что-то... Что-то поклеплено. Это было тем самым «Маяком» несколько выпусков назад. Это его начинка. Регуляторы, судя по виду, от какой-то веги, возможно. Не обещаю, но возможно. Я не знаю, опять же, такие, если смогу всё это расколоть. Так, это контроллер жёсткого диска, судя по всему. От чего-то. Вот сейчас ходим. Компорт вижу. PCI. Мат... Матч 64. Что-то мне это говорит. Матч 64. Где-то такое видео. Такая видеокарта. А? Это видеокарта. Да? Да. Ну-ка, а там VGA, что ли? Я не раз... Или там YGa ещё? VGA. 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 Ну, слепой мудак был. Так. Ну, выгодил. А? Да, это видеокарта 10. Потому что где-то такое слышал, называется. Да, это Aki Rage. Кстати, помнишь, что мы видели вот ту мамку-мёрку? Несколько выпусков назад. Там, по-моему, и Саша накупил. А это, как думаешь? Ну, тыс, да. Как это... Gameport и вот это. Ну, я вижу. Так что, хрен знает. Ладно, вот говорить побольше. Это что-то сетевое, определённо. Это Switch, старый вич. Ну, а видишь, что ещё под коаксиан есть. Да. Так, разложим всё. Beautiful and wonderful. Так. Регулятор с установочным местом. Для трёхпрограммника-маяк. Клопик. Митсуми, кстати. Фирма вроде бы как, типа, не самая плохая. Кусок проводов. В общем, не знаю, господа, есть ли смысл всё это перетряхивать. Потому что, судя по всему, здесь всё довольно предсказуемое. Брелок от автосигнализации. Похоже, Starline, по-моему, да, это сигнализация. Ещё что-то. Модем, что ли, был? Телефонная линия вроде. Сетевуха обычная. Да, модем будет длинный. Прям посыпалась. Пусть пришли, не хо. Да, сейчас повторюсь прямо здесь перекопать табаракон. Здесь вот есть кульки от чего-то советского с микросхемами UD2. Ещё одна UD2. И раскачка здесь какая-то есть на транзисторах. Так что это, скорее всего, усилитель мощности какой-то. Бросай мне это даже. Dialab модем диксель. Dialab уже не актуальный совершенно. Да. Кстати, вот здесь вот, давай глянем, есть какая-то интересная штука на дне. Я не знаю, смогу ли оно вытащить. Но я вижу... Усилок, судя по всему, был. Опять два тюльпана. И здесь мощное что-то. Ну, блин, это не блок питания явно. Всё оно распаяно. Да, всё оно распаяно. Ну, вот здесь какие-то мощные транзисторы. Я не знаю, горелые, не горелые. Даже сходу не скажу, полевики это или нет. По-моему, это полевики. А может быть и нет. D249.3.24.93. И B16.24. Почему-то не такое ощущение, что я ковырял что-то на таких транзисторах, и это вроде бы как полевики. Хотя запросто могу ошибаться. Но это... Не знаю, где применить можно. Дальше. Всё у нас. Да, типичная коробка, наполовину состоящая из нашего клама. Тут микросхемки какие-то. И D3. Крен 2. И E7. В общем, это тоже кусочки микросхем. Платы, платы. Стрелочный индикатор. Типичный советского производства. Да, я думаю, нет смысла ковырять эту коробку до конца, потому что это просто набор плат, и даже если мне они нужны, я могу смело это присыпать к другой коробке плат, точно такой же, которая у меня лежит в гараже, и при необходимости что-то с них спаливать. Как бы, нет вроде бы ничего ценного. Ну, что делать? Переходим к следующей коробке. Итак, и последняя коробка, которую мы сегодня распаковываем, это вот эта. Наверное, это самая большая из оставшихся коробок, которую мы ещё не распаковывали. Снова там что-то позванивает, так что, скорее всего, опять всякая мелочёвка и детали. Но не столь громко звенит, как в некоторых других оставшихся коробках. Так что давайте посмотрим. Итак, следующая коробка. И давайте смотреть снова мамка. Какая-то коробка из-под пиццерии, как называется империя пиццы. Возможно, москвичам это что-то скажет. Возможно, какая-то известная их контора. Ну что, очередное старьё? Да, это пеньки. А, знаю, вот сюда оставляется прочь на отдельной платке. Склотулы пропустят. Да, знаю. Даже я знаю такие. Приходилось встречать. А вот уже что-то интересное. Маленький ноутбучок. Грязный. Это как даже? Нетбук называется? Нетбук, да. Какая-то фирма Китайос. Нет, Fuji Siemens. Нет, это не у меня. А Fuji Siemens ещё существует? Ну, делают они. Просто, не знаю, остались ли они иметь. Fuji Siemens. Так. No Keyboards. Точнее, она есть, но очень условно говоря. Хотя мне говорили, что у кого-то из ноутбуков, ну, я по-прежнему это буду называть ноутбуком, залита клавиатура. Так что, возможно, это как раз-таки вот это. И где там в пакетике кнопки находятся. Мне говорили, что, ну, какой-то из них полностью рабочий. И надо только лишь склеить клавиатуру термоклея. Или как вру, электропроводным клавиатом. Вот. Только проводящим. Только проводящим. Так, ставим, наверное, это сюда, потому что это... Ну, это зачётная вещица, ладно, более-менее. И вот сюда же. И питальник от него здесь тоже у нас находится. Пусть он здесь лежит. А вот эта штука тоже приятна, судя по всему. Ибо пахнет ещё одним ноутбуком. Да, но SYNC PATH, IBM, пакеты не надо здесь валяться. Я немного сменю позицию. И сначала сам ознакомлюсь. Я вижу, что это IBM SYNC PATH. И что это за выступ аккумулятора у него? Да, да, да. Так, сделаем. Перезвиваю. Так, это я уже пальцую разъём. Но я его правильно же взял. Ну, с задней стороны же я его взял. А, его здесь надо вот так. Что ты скажешь? Когда оно примерно могло быть выпущено? Вот, шестой, седьмой, я думаю. Это фирменная их... Трехпоин. Трехпоин. Ну, этот выглядит более-менее целым. Потому что мне говорили, что ноутбуки разные есть. Где-то поцелее, где-то похуже. Их всего три. То есть, все ноутбуки мы с вами извлекли. Intel... Centrino? Или Centrina? Centrina. Я где-то такое слышал. Это нормально или как бы не очень? Код шестой, седьмой. Ну, вообще интересно, что сканер пальцев. Много. Ну, это и пролифирменная штука, сканер пальцев. Ой, этих, ThinkPad. Ну, это бизнес-серия, ну, типа. Типа конспиратор-то великий. Ну, если я к нему найду петальник здесь сходу, то, наверное, мы его проверим. А сейчас пока что передо мной стоит увлекательная задача поставить его ровно перед вами в кадре, что у меня, походу, и не получилось. Однако, здесь у нас есть и другие вещи, но, судя по всему, это опять обилие различных каталогов и деталей. Давайте попробуем посмотреть, что это за ведро. Это ведро у нас лампа СММ какая-то здесь написана, в количестве 15 штук. Нет, здесь каниколька, что ли, или это флюш, вот этот хороший паяльный? Каниколь, скорее всего. Ну, да, что-то такое паяльное. Здесь куча тиристоров советских, и диодов. Ну, вот это иногда можно пригадаться, потому что советские тиристоры очень любят дохнуть со временем. То есть, я не могу понять, но вот бук стоит ровно, вроде ровно. Так, давайте посмотрим, что это такое советский, очень советский. Оп! Прибор. Да, мне говорили про этот прибор. Довольно интересный. Я думаю, мне он вряд ли пригодится, а вот различным коллекционерам припоров, которые существуют, может быть интересен, учитывая то, что у него осталась заводская коробочка. Так, мне бы понять, что он делает. Сопротивление? Мостовой какой-то измеритель, что ли? Сходу я вам не скажу, потому что ничего нет. Я рискну предположить, что это какой-то мостовой измеритель сопротивления. И в нём даже стоит батарейка, потому что вот у меня кнопочка отклоняется. Да, я могу ошибаться, но насколько мои знания по метрологии позволяют мне судить, внутри этой штуки установлен магазин, условно говоря, сопротивлений, калиброванное сопротивление. И вот с помощью этого колеса мы должны устанавливать баланс вот по этой шкале. Тут написано даже мало, много. Когда мы установили баланс и сравнили всё вот с этой ручкой, то, по идее, оно должно показывать сопротивление. Это мостовой, или как он правильно называется, способ измерения, по сути, это сравнение. Опять же, поправляйте меня в комментариях, потому что я могу ошибаться. Вот так, хламовничек. Вот это панель кнопок, это от магнитофона Маяк. Опять несколько серий назад, который мы видели в преображённом состоянии, условно говоря. Так, ну что, опять конденсаторы. Я не знаю, есть ли смысл всё это вам показывать. Я думаю, что человек это не сам даже собирал. Возможно, ему опять же отдавали. Это так наследство им копилось, копилось, копилось. Это, ну, кондёры совковые с военной приёмкой. Конечно, может они быть хорошими, но я не думаю, что их буду где-то использовать. Так, впрочем, и ещё одно ведёрко точно таких же конденсаторов. Так, смотрим дальше. Здесь у нас курские паяльников. Именно курские паяльники и кнопок разнообразных. Ставим оно вот сюда. Так, дальше мне любопытно, что на дне. Измерительная головка. Сиди на ноутбуке. Ровненько сиди только. Дальше идёт какая-то пластина, поднос, что ли. Так, опять непонятно, что. Всякие шайбочки. Это надо отдать сам знаешь кому. Потому что М45, М62 года. Это лабораторный приборчик, но в ЭТУ он сейчас никак и никоим образом. Индикатор, это в передней панели. Чисто можно формировать огромное количество джемперов. И знаки. Даже и заставлять особо здесь не буду. Ещё измерительные головки. Красивая головень. Но куда её? Ну, боюсь отправителя обидеться. Так что опять попытаюсь куда-то сплавить, отдать. А дальше поднос ещё из них. Кусок некогда осциллографа, скорее всего. Или кого-то прибора с трубкой. Ну, понятно, что это маленькая трубочка, маленький кинескопчик. Скорее всего, от кого-то осциллографа. Что у нас дальше? Дальше газеты, 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 газеты. Измерительные головки. И, ну, пожалуй, всё, что касается этой коробки, как, впрочем, и сегодняшнего выпуска. Что у нас в этот раз получилось? Как-то странно получилось. Даже забыл. Коробка плат разных. Парочка ноутбуков, что неплохо. Опять детали в перемешку. Ещё какая-то коробка у нас была третья. Я, честно, уже говорят, забываюсь. Но там были часы и опять куча запчастей. То есть ноутбуки, запчасти, платы. В общем, то, что у меня и так имеется в больших количествах, ну, и с исключением, пожалуй, самых ценных вещей, это ноутбуки. И то надо посмотреть, насколько они работоспособны. Это мы, в принципе, думаю, скоро сможем узнать. Ну, а на этом четвёртый день марафона распаковок подходит к концу. Подписывайтесь на канал, оценивайте, комментируйте и смотрите другие мои видео. Всем удачи! А вот здесь небольшая дописочка. Завтра должен был распаковать оставшиеся три коробки. И если вдруг вы до сих пор этого не поняли, то на самом деле распаковка происходила всего лишь в один день, после того, как всё это добро было ко мне доставлено. И, в принципе, по этой причине на видео я получился довольно уставший, в особенности чем дальше, тем хуже. Поэтому сразу же хочу извиниться перед вами и перед товарищем под псевдонимом RadioFlammer, который, напомню, всё это мне прислал. Я получился довольно унылым здесь, много особо не оценил, но на самом деле в этой посылке определённо есть интересные вещи, и о них я сниму отдельное видео, как своеобразный обзорчик. Я думаю, это, в принципе, произойдёт в ближайшем будущем. Но самое-то главное. Оставшиеся три коробки содержали следующие. В одной были радиодетали, в другой были остатки мобильных телефонов, и в третьей были платы под распайку. В принципе, всё это было уже и в предыдущих коробках, и всё это вы уже видели, и, в принципе, ничего сильно-то и не потеряли. Так что на этом марафон распаковок всё-таки заканчивается. Итак, да, всё. Мы закончили это длительное шествие в течение недели. Наверное, вот так подряд я видео никогда ещё не выкладывал. Тем не менее, это был довольно интересный опыт. Однако на основном канале произойдёт нечто подобное довольно скоро, однако всему своё время. А пока что подписывайтесь на канал, оценивайте, комментируйте и смотрите другие мои видео. Всем удачи!